Здравствуйте! Это программа «Научная среда» на канале ОТС. Меня зовут Сергей Толмачев. Сегодня специальный выпуск, он посвящен биологии, потому что мы на форуме OpenBio. В этом году есть несколько особенностей. Существенно расширена деловая часть, открыты несколько новых секций. Ну и большое внимание уделяется медицине. Об этом подробнее расскажет организатор форума Юлия Ленюшина. В первую очередь это особенный усиленный акцент на медицину. Это появление секции фундаментальной медицины, новой, шестой, как бы выделенной из состава других секций, потому что именно медицинских докладов, работ, связанных с исследованиями лекарственных препаратов, методик оздоровления, технологий, их стало больше. И мы увидели, что необходимо это отделять. Дальше у нас будет мероприятие, посвященное авиационной медицине. Это, получается, работа со здоровьем на борту гражданских судов как со стороны экипажа, так и со стороны пассажиров. Есть, на самом деле, там и регуляторные вопросы, и есть те подходы, которые позволяют переносить нам полеты гораздо легче и запользоваться своим здоровьем. Это в том числе соответствует задачам, поставленным президентом по повышению авиационной мобильности граждан Российской Федерации. Мы вообще во многие нацпроекты вписываемся, потому что занимаемся здравоохранением, продолжительностью жизни. Опять же, внутри нашей любимой сессии экспертов технологии жизни будут подниматься вопросы долголетия, работы мозга, 7P-медицины, медицины такой персонифицированной, индивидуальной. Также индивидуализация, такая человекоцентричность у нас проявляется и в круглом столе, посвященном питанию, персонализированное питание, то есть как его правильно подбирать. Это же строительный материал для нашего организма. Соответственно, под каждый организм можно сделать специальную методику, специальные нутриенты, микроэлементы. И это все делать с помощью исследований, генетических, разноплановых диагностик. И потом уже IT-технологии помогают это все обобщить, обработать. И такой междисциплинарный коктейль дает нам возможность взглянуть в будущее, а как будет питаться человек дальше. Один из таких интересных моментов – это вообще работа с пробиотиками, с функциональным питанием и с заквасками. Сейчас у нас в стране огромная импортная зависимость от заквасок для молочных производств, йогурта, кефирчики. Все это держалось не на наших заквасках, фактически везде. Сейчас с уходом с рынка крупных корпораций есть задача замещения. Мы поднимаем вопрос, а есть ли у нас в стране, чем это заместить, если есть, то сколько, что нужно для того, чтобы эти предприятия расширили свой выпуск, потому что, очевидно, у них не было такого сбыта, а сейчас возможность появляется. И будем прорабатывать со всех сторон этот вопрос, надеемся получить некую дорожную карту по развитию этого направления в отрасли. И также вопросы импортозамещения мы отдельно рассматриваем на тех круглых столах, которые посвящены работе с интеллектуальной собственностью. Потому что, когда мы что-то замещаем, очень важно сделать это в правильном правовом поле и нигде не накосячь. Потому что, когда что-то закрыто, потом оно снова откроется, и мы снова окажемся ближе, так же близки с другими странами мира, как это и было ранее. Уже по традиции, как и все 10 лет до этого, здесь, в биотехнопарке, работает выставка, на которой представлено в том числе и лабораторное, и диагностическое оборудование. Ну или, например, вот такая экспресс-установка для определения ДНК. Автоматическая станция для выделения ДНК из различных образцов сейчас используется в криминалистике и планируем дальше использовать в медицинской генетике. А можно принцип работы, скорость, причем от отличия других аналогов? Да, в принципе, это полностью наша отечественная машина. Сделана как аналог зарубежный автомат-экспресс, но доработана с дополнительными нашими улучшениями. Принцип основан в выделении ДНК на магнитных частицах. В зависимости от образца может варьировать время выделения, но полностью автоматически. То есть мы помещаем картридж, помещаем образцы ДНК, и примерно через полчаса 40 минут получаем уже элюент с ДНК, который мы можем в дальнейшем использовать для различных манипуляций. Можно увидеть совершенно различные биологические добавки. Например, это иммуномодулятор. Обычные красненькие витаминки, но есть и то, что производят здесь, в Кольцово, из обычных трав. Новинка этого сезона – препарат для тех, кто очень плохо видит. В этом году мы представляем новые схемы по восстановлению зрения людей. То есть мы подобрали схему применения, которая позволяет слепым и слабовидящим, скажем так, улучшать зрение. Некоторые начинают видеть цвета, различные тени. Те, кто плохо видел, некоторые люди начинают читать. И сейчас мы уже накопили достаточно большую статистику по этой задаче. Поэтому это очередная сложная задача, которую мы начали решать и успешно решаем. И в этом году также мы сейчас пробуем подбирать схему для колясочников и кишейников. Это одна из самых сложных задач, когда перебивается позвоночник. Но тоже надеемся найти решение, чтобы и таких людей уже стараться восстанавливать. Откуда сырье берете? Сырье наше отечественное. Это в основном Алтай. И мы обладаем технологией специализированной переработки, которая может значительно повышать концентрацию нужных действующих веществ. Сырье все наше отечественное, поэтому все это максимально доступно, эффективно. И не надо импорта замещать. В такой коробочке сколько килограммов травы полезны? Да, значит, казалось бы, коробочка всего 30 грамм. Но чтобы ее изготовить, используются от 2,5 до 5 килограмм растительного сырья и естественной влажности. Это примерно как полмешка из-под картошки. Убирается клеточный сок, клетчатка, все вот эти вот ненужные нам компоненты. И мы можем значительно-значительно повысить концентрацию нужных действующих веществ. Ну, например, фитосеротонин. Облепиха, казалось бы, да? Но если ее собирать в определенный сезон, определенную часть облепихи специализированным образом перерабатывать, то можно как раз получать нужный эффект, высокую очень концентрацию фитосеротонина, хотя, казалось бы, это обычная облепиха. Одна из основных научных секций о опен-био вирусологии. В 21-м, 22-м году во время пандемии ковида это вообще была главная тема форума. С тех пор изменились и вирусы, и средства борьбы с ними. Как именно, расскажет главный вирусолог-ректора Сергей Нетесов. Вы знаете, во-первых, за годы ковидные люди стали гораздо лучше, ученые имеется в виду, разбираться в респираторных инфекциях. Их казалось, ну, вообще-то это было раньше известно, им казалось более 20. Среди них довольно заметную роль занимают и бактериальные инфекции. И мы знаем, что сейчас, по крайней мере, против двух бактериальных инфекций есть вакцины. Но дело в том, что выяснилось, что, например, респираторный сетциальный вирус занимает тоже очень большое место, потому что он вызывает тяжелые вирусные пневмонии в группе риска у детей и у пожилых людей. На Западе уже начали испытания вакцины против него, и поэтому одной вакцины в этом смысле будет больше. То есть и поздная вакцина, коронавирусная вакцина и вот эта. Ну, мы можем сколько угодно говорить о том, насколько помогают коронавирусные вакцины, но то, что они очень сильно уменьшили смертность этого заболевания, это неоспоримый факт. Фактически уже в 2022 году Россия вернулась к тому же уровню смертности, который был до пандемии. И таким образом, мы видим, что вакцины работают, мы видим, что иммунитет у людей растет, но надо иметь в виду, что в данном случае, как в случае гриппа, эти вакцины предотвращают тяжелое течение. Легкое течение они, к сожалению, не успевают остановить, потому что вирус меняется. И мы знаем, что вот сейчас еще произошло одно изменение, в варианте уже флирт, который есть, но мы не видим роста смертности. А поболеть, ну, 4-5-7 дней, это все-таки не трагедия. Это все можно пережить. И поэтому, помимо вот этих трех вирусов, сейчас даже называют тридемия, коронавирус, грипп и респираторно-социальный вирус, мы видим, что еще есть парочка вирусов, против которых стоит разрабатывать вакцины, потому что мы с этим очень прилично разобрались за последние 4 года. Ну и, кроме того, есть очень приличные успехи в борьбе с другими заболеваниями, с которыми раньше вообще не было средств борьбы. Тот же самый гепатит С. Вот, мы знаем, что очень хорошо работает вакцина против гепатита В. Она уменьшила заболеваемость во всем мире кардинально, десятки раз. И вот здесь возникла такая проблема, которую не понимали люди раньше и ее недооценивали. Это антивакцинаторское движение. Именно из-за него сейчас растет заболеваемость корью, паратитом, растет в том числе и заболеваемость другими заболеваниями, которых раньше мы уже почти победили. И вот здесь нужна огромная просветительская деятельность, в которой, я думаю, вы нам поможете. Потому что надо сделать так, чтобы люди предельно ясно понимали, что только из-за вакцин у нас уменьшается заболеваемость. Потому что есть такое впечатление, что люди говорят, а вот этих заболеваний почти нет, поэтому вакцины не нужны. На самом деле логика здесь нарушена. На самом деле этих заболеваний почти нет, потому что есть вакцины. Как только мы начинаем меньший охват вакцин делать, то это заболеваемость начинает расти до прежних уровней. И это очень хорошо. Биотехнологии хороши тем, что не приносят вреда ни человеку, ни окружающей среде. Даже отходы производства можно потом автоклавировать и отправить на поля в качестве удобрения. Сельское хозяйство на OpenBio тоже представлено довольно широко. Мы производим сейчас препарат на основе бактерий инсектицидной направленности. Как известно, пчелы гибнут от пестицидов. В целом, если обработки идут часто пестицидами, еду нельзя употреблять, капусту сразу нельзя тоже на прилавок. У нас получаются биологические средства защиты растений, которые также эффективно борются с насекомыми. И при этом мы не работаем по пчелам. Соответственно, пчела остается живой. Соответственно, можно работать с нашим инсектицидом вблизи населенных пунктов. И никак это не будет отражаться на здоровье людей, почвы, растений. Насколько это экономически выгоднее или дороже, наоборот, для фермера? Экономически это всегда такой интересный вопрос, потому что все считают, что биологические средства должны быть дешевле. Но качественная биология может быть на уровне цен с химическими препаратами. Но здесь возникает такой интересный вопрос. Это все-таки товарность продуктов. Соответственно, если к пестицидам возникает устойчивость, то сейчас можно разрабатывать интегрированные схемы защиты растений, куда включается и биология, и в целом нагрузка на хозяйство, именно экономическая, будет снижаться, приводя к качественному результату, который не требует дополнительных вложений на защиту урожая, на каких-то других вещей. Если касаться инсектицидов, соответственно, сейчас у нас, вы знаете, есть поля рапсов, в которых любят все фотографироваться, такие желтые, красивые. Вот, соответственно, это наше основное тоже сейчас поле, потому что там есть гусеница, которая надкусывает вот эти вот красивые цветочки. И если начинать работать биологическими средствами инсектицидами как превентивной мерой, то мы не допускаем размножения, распространения этой гусеницы. И, соответственно, экономически тоже это будет интереснее. Современные молодильные яблоки выглядят вот так. Это коллаген с примесью разных фруктов. Как это работает в организме? Как это работает? У нас, по сути, коллаген – это белок. Белок – это строительный материал для нашего организма. Это всё абсолютно, начиная от внутренней органы, стенки сосудов, суставов, хрящей и заканчивая кожей, волосами, то, к чему стремятся наши милые дамы. В организации форума активно участвует и правительство Новосибирской области. Ведь именно здесь могут быть выработаны идеи и предложения по развитию науки на годы вперёд. Безусловно, такие площадки странового или международного уровня, они позволяют собрать обратную связь от бизнеса, от научного сообщества, концентрированную и консолидированную. То есть, получая резолюцию от такого форума, мы понимаем, какие есть барьеры, которые сдерживают развитие отрасли. Ну, как бы зачастую, безусловно, это барьеры, конечно, федерального уровня, но мы со своей стороны от региона можем их транслировать наверх. Ну, а если есть те вопросы, которые касаются региона, то, безусловно, по биотехнологиям у нас эта отрасль всегда приоритетная. То есть, у нас есть и Бионодс направлен на биотехнологии, и, соответственно, ряд мероприятий, которые мы проводим на нашем технопроме, всегда присутствует это. И сейчас мы в ближайшее время, там, в течение месяца примем ключевые научно-технологические направления региона, порядка 10 направлений, вот один из них – это биотехнологии. Биотехнологии и, там, фарма и так далее. Поэтому это всегда наш профиль, у нас много науки здесь, много институтов. С прошлого года мы запустили проект по молодежным лабораториям. Это аналог федеральной субсидии, которая – это 15 миллионов на несколько лет, то есть ежегодное финансирование, для того, чтобы молодые ученые смогли, во-первых, собрать коллектив и сделать какие-то исследования, то есть купить там реагенты, оборудование, еще что-то. Потому что зачастую материально-техническая база нуждается в постоянном обновлении институтское. И вот как раз эти молодежные лаборатории, они направлены именно на это. У нас три молодежные лаборатории мы создали в прошлом году, и две из них, так или иначе, касаются биотех. Все, что сегодня здесь представлено в виде научных разработок, довольно скоро мы сможем увидеть уже и в аптеках. Так устроен OpenBio, он очень практичный форум. Меня зовут Сергей Толмачев, вы смотрели программу «Научная среда» на канале ОТС. В следующий раз поговорим о самом древнем календаре, найденном на территории Евразии, ему 17 тысяч лет. Увидимся и удивимся. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!